Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Сегодня с утра не начала снимать, потому что были какие-то дела свои. Смотрите, преобразила с ашкэмом моим балкон. Покажу сейчас вам всю на таком кресле. Убралась. А сейчас покажу вам, что мы сегодня сделали и что я убрала. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Так, мои хорошие, ну вот, поставила это кресло, сюда буду загар принимать. Значит, решила я переставить на эту сторону цветочки. В принципе, я так и планировала, но ждала зонтик. Но зонтик пока мы не выходим, сами понимаете. И вот так вот закрепила я с ашкэмом цветочки. Это потом тоже здесь уберу, вот эти большие. Ну вот. Не так и не лучше, или не правда? Здесь на этом диванчике хорошо отдыхать, когда будет зонтик. Ну, а это поставила сюда, тоже временно. На кухне тоже сделала перестановку. Поставила это для воды сюда, поближе к резетке. Холодильник чуть-чуть переставила. И вот, вот такую, эту корзину с фруктами, с луком там совсем. Бананы, видите, не кушаем, портятся уже. Переставила сюда, чтобы не портились, потому что полно у нас апельсинок. Они на солнце гнить начали, и я решила. В общем, вот так вот у нас такая перестановочка. Все убрала, почистила. Сегодня на ужин хочу сделать тантуни с печени. Сейчас у меня стирка тут. Ашкэм там помог мне в зале попылесосить. Есть, что-то пылесос исполнился. Ну, ничего, сейчас я ее... Ашкэм поздоровается с вами. Ашкэм, селям, селям, селедик. Ашкэм. Привет. Ма. Ма, хорош. Ашкэм помогал мне. Вот видите, вот так вот у нас вот такие вот делишки. А как у вас, как настроение, погода вообще супер. Погода шикарная. Сейчас я сяду на мой чистенький диванчик. Я здесь вечером вчера даже задремала, представляете? Сделала себе сегодня масочку для лица. На волосики всю ночь. Даже в шапке была. Ашкэм увидел меня так с одним глазом. Испугался, аж замерзла. Но я говорю, да, утром тоже встала шапка и другую маску. И вот вроде бы как-то, как-то в волосе не лежила. В общем, сейчас хочу поговорить со своими внуками. Друзья мои хорошие, поздравляю всех вас с Днем Победы. Вечная память погибших. Мы никогда их не забудем. А сегодня на праздничный вечер я решила приготовить праздничный ужин. Сейчас я вам покажу. Сегодня будут у нас тантуни. Приготовила лук, помидорчики, зелень очень много. А сейчас вот ждем, как пожарится наша печенка куриная. Да, не только с курицей нужно делать тантуни, но также и с печенью, и с мяса. И с всего, что хотите. Скоро она будет подходить к концу. И скоро мы будем садиться за стол. Приготовила я тантуни, печенку пожарила. Вот наши лавашики. Будем запивать айраном. Такой сделала два салатика. Но вы уже знаете, не раз видели из моих видео, как надо заворачивать и вкусно кушать. Всем приятного аппетита, мои хорошие! Доброе утро, мои друзья! Посмотрите, сколько людей сейчас активно вышли. Здесь сегодня разрешили выходить на 4 часа людям старше 65-ти. И вот все они повыходили. Ладно. Жизнь постепенно возвращается в прежний режим. А я вам покажу сейчас мои самые красивые твитотики. Вчера, Сашки, вам спорили, что вот этот цвет и вот этой гвоздички одинаковы. Так, а это... Как вы думаете, вот эти сразу надо отрывать засохшие, которые отцвели? А как оторвешь, когда здесь рядом бутончики? Я боюсь, видите? Вот, боюсь их испортить. Как интересно цветет. Вы знаете, что? Вот я так заметила, что гвоздичка любит очень много воды. Потому что, как только водички не хватает, вот это, я не знаю, выживет или нет, воткнула, то она начинает это, желтеть. Вот я здесь активно поливаю, видите? Смотрите, ничего не пожелтело. Это тоже начало приходить в себя. А это столько пьет. Вчера в ночь, друзья мои, я обильно полила. И все равно, посмотрите, сегодня что? Сухая земля. А вот алое изменило цвет. Ему тут явно нехорошо. Вот куда мне его, скажите? Посмотрите, какой он желтый. А! Вы видите, что с ним такое? Сейчас я приведу свои цветочки в порядок. И вот стирки у меня столько надо повесить. Доброе утро, мои хорошие. Я сижу на своем балкончике. Так уютно мне, как будто в комнате, правда. Подушечку положила. Просто знаете, что зонтик нам обязательно нужно. Мы обязательно купим с Ашкэмом. И будет намного лучше. Так будет уютнее. Я вообще говорю, что мы живем летом на балконе. Просто я чуть-чуть что-то сморкаюсь. И у меня заложенное все. Ну, не дай бог, я вчера так разделась. Вроде бы поспешила. В общем, такое блаженство. Все думаю. Думаю, что мне здесь делать, что мне здесь делать. Понимаете? Постоянно... В постоянных раздумках. Эти цветочки так радуют. Им видно так хорошо здесь. Здесь тоже эти красота. Ну, в общем, конечно, я все здесь потом изменю в будущем, но... Сейчас пока так. Я смотрю, люди стали выходить. Выходить стали люди на улицу, да. А я не успела ничего. Представляете, где сегодня заодно обязательно летние вещи повытаскивать, зимний пострят. На ужин, думая, что вчера Танту не ели, сегодня не знаю даже, что кушать будем. Сейчас выпью кофе, чтобы прийти в себя. Может, у меня давление что-то такое, состояние. Еле встаю. Я бы спала и спала. Телефон. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Все поздравляют, все пишут. Так. Я сейчас в йогурте семена чия замочила. Попозже кушаю. Там очень много омеги-3 надо кушать. Да, мои хорошие. Всем, кому 50 лет, нужно кушать эти чия. Я, например, никогда не пила омега-3. Не знаю я. Ну, видите, нужно пить. Мне говорят, морщинок у меня много. Она что делает? Скажите, мне же 50 лет. Пускай будет морщинки, какая есть. Я и так за собой смотрю, ухаживаю. Да. Что могу, то делаю. Просто. В принципе, старость не остановишь, не так ли? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Сегодня я решила приготовить суп из кабачков. Посмотрите, вы видите, лук, кабачок, перец зеленый, стручковый, морковку. Все вместе я порезала. Сейчас залью, потом добавлю оливковое масло или кусочек масла, пряности и блендера. И вот такой вкусный суп вы потом увидите вечером. На завтрак я решила приготовить йогурт с семенами чия. Девочки, мальчики, пожалуйста, употребляйте это. Никакие лекарства, химии. Все натуральное. Здесь очень много омеги-3. Вы представляете, в 100 граммах 500 килокалорий. Это столько здесь омеги-3, которое больше, чем в лососе красной рыбе. Так что я положила 2 чайные ложки, и будет все жевать. Аж кему я приготовила. Мы же вчера кушали тантунь, и у нас остался лаваш. Я его сейчас намочила водичкой, так как он быстро засыхает. И приготовлю ему такой вот бутербродик на сковородке. Сыр положу вовнутрь и поджарю на растительном масле. Ну, смажу яйцом с йогуртом. Скипятила у меня, осталось пол-литра молока. Скипятила его, хочу сделать мороженое попробовать, потому что бананы у меня портятся, мы не едим. И сделаю банановое мороженое. Вот такой завтрак я решила сделать моему ашкэму. Остался лаваш после вчерашнего тантуни. И я вот его пожарила с сыром. И мой воскресный завтрак. Посмотрите, что только там нет. Что вчера осталось от тантуни? Помидоры и лук. Все, и творог добавила, начинку. И сосиски. Вот такой вот мой завтрак. Буду сейчас завтракать. Завтрак уже 4 часа дня. Смотрите, какая каша-малаша у меня получилась. Я кушаю. Ну, ничего, вкусно. Я люблю такие вещи. Все, что осталось, все смешать. Мой муж не понимает, тогда придется мне кушать. Приятного аппетита еще раз. С чайком. Сегодня воскресенье. И вот решила расслабиться. Саш Кымом смотрим фильм. Семейный кинотеатр. Он так просит меня, уговорил. И я решила оставить телефон. Все, только 2 минуты, думаю, сниму. Вот так вот мы смотрим фильм. Не люблю я смотреть фильмы. Ну, что не сделаешь ради любимого мужа, скажите. Хочет он, чтобы я была рядом с ним. Ну, вот, продолжим смотреть. Хохочет. Комедия говорит. А вот сегодняшняя чорба. Суп из кабачков. Я вам показывала его. Вот так вот я блендером. И он такой у меня вышел. Красивый, вкусный и полезный. А здесь я решила сегодня сделать мэ-не-ме. Это яичница с болгарским перцем, помидорами и луком. Саш Кым очень любит. Давно я обещала, но вот наконец-то решила сделать. Пошли мы ужинать. Всем приятного аппетита. И вот закончился сегодняшний вечер. Ну, 9 часов вечера мы поужинали с Саш Кымом. Менеме очень понравилось ему. Я чуть-чуть посидела на балконе. Немножко прохладно. Вы знаете, сегодня я плохо себя чувствую. У меня было давление. 140. В днем померила. Вот какая-то никакая. Вот это вот горло. Железки мои как будто увеличенные. Болели. Может, я что вчера рано разделась. И на балконе возилась с цветами совсем. Ну, просквозила, наверное. Ну, сейчас уже получше. Да, получше. После ужина. Даже кушать не хотелось. Этот овощной суп сила поела. Потом аппетит открылся. А сейчас мы с Саш Кымом будем чай пить. Наконец-то я сегодня убрала вещи свои, перебрала все зимние, сложила. Благо, они у меня все чистые, постиранные. Повесила шкаф. Наверное, часа два возилась. Так что я почти все запланировала, все сделала на карантине. И даже успела ответить некоторым на комментарии. Представляете? Пока полежала чуть-чуть. В общем, только не сделала мороженое. Мороженое не сделала, знаете почему? Потому что когда я посмотрела, сколько у меня молока, у меня было бы стакан молока. А там надо хотя бы пол-литра. И бананов, три штуки маленьких. Я так посмотрела, почитала рецепт. Там надо тоже килограмм банана. У меня было три маленьких вот таких бананчика. Их поднорезала, положила в морозилку. Рецепт очень легкий. Куплю все, что необходимо. И обязательно сделаю, покажу вам. Пошли чай, заканчивая пить. Тортик, представляете? Вот он поел три дня, а сейчас не хочет. Ашкем, сыне паста ли у меня все не видно? Нет. А, ей ты на Ашкем бенем паста, а? Мой Ашкем чай и чай. Вот так мы сейчас будем лежать. Мои хорошие отдыхать. У нас в том, где у меня на другом воскресенье, как-никак, да? А завтра, понедельник, начнется новая неделя. Мы пойдем с Ашкемом гулять. У нас такие планы. Я хочу так на берег. Я сниму много видео из фотографий и отправлю вам, покажу все вам. Знаете, что? Наша племянница же уехала в деревню. Она прислала столько видео. Анемчика, Бабаджима, Берабер. Цветочки, весь сад. Все. Такие интересные съемки обязательно я смонтирую и покажу вам в следующих моих видео. Ну что, буду прощаться. Пока-пока. С вами была Светлана Ата. Надеюсь, я что-то вам сделала. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Еще до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.